Эй, куда-куда-куда? Эй, прям с руки! Хай, друзья, вы на канале Мэджик Фэмили. Меня зовут Аня и со мной мои собачки Чихуа София Эйвен и наш недавний член семьи Миша. Подпишись на канал, красная кнопочка внизу и жми колокольчик, чтобы первым смотреть ролики. Потому что как только видео выходит на канале, мама старается отвечать на ваши вопросы, так что не опаздывай. Интересно, а мармелад еще остался? Сегодня на втором канале Аниматик Мармелад против обычной еды, так что после этого видео иди, смотри и подпишись на маму. И сегодня наша сигна для Мари Агеевой. Привет, Маша! Наш видео-приветик для тебя! У-ху-ху! А если вы хотите тоже получить видео-сигну от нас и приветик из видео, репостите закреп с этим видео с моей страницы или из нашей группы ВКонтакте. И случайные репостовшие получат видео-сигну и приветик от нас. А случайный комментарий под видео оставшийся без... Ой, чужих ответов попадет в видео, как этот. А сегодня я хочу показать вам моих хомячочков-деток, которых мне подарили. Они уже немножко подросли, и я думаю, что мы с вами сегодня сможем даже определить их пол и, наконец-то, дать им имена. А заодно посмотрим реакцию ребят на них. Я пообщалась с профессиональным заводчиком хомяков и сделала все, как он сказал. Посадила их в клетку. Сейчас у них клетка большая, 60 на 40. Здесь у них поилочка, камушек, чтобы они грызли, еда вот тут вот на втором этаже с лесенкой. Колесико я пока им не поставила. И этот заводчик сказал, что если хомяки с детства, прям с самого младенчества, как мои, вырастут вместе, то они, возможно, не будут драться между собой. Они ни разу между собой не дрались, ничего с ними не происходило, никаких криков, ссор не было. Но я думаю, что они мальчик и девочка, и поэтому их в любом случае придется рассадить. То есть им уже примерно 3-4 недели. Исходя из инструкции, их нужно перевернуть и посмотреть расстояние между гениталиями. Да, Масики? Вот у этого хомячка расстояние между гениталиями явно маленькое, между попкой и писечкой. А у этого явно большое. Да, да. У него должен быть здесь где-то попочек, железа такая, тогда это точно мальчик. Но уже даже по расстоянию между гениталиями можно понять, что светленькая у нас девочка, а темненький мальчик. Да, малыш. Почему эта клетка временная, я объясню. Потому что я очень хочу купить им огромную большую клетку, двойную, с разделительными этажами, чтобы они при этом могли жить в одной клетке, но раздельно. И именно космическую, то есть такую необычную, где много всяких развлечений и всего. Потому что хомячок такой зверек, которому все интересно, и он постоянно что-нибудь изучает. Кто там живет? Кто? Софи прям встала на клетку лапами и смотрит. И Эйвен тоже наблюдает за ними. Миша тоже немножко заинтересовалась, но не настолько активно. Там какие-то существа. Кто там, Софиша? Мам, хватит повторять этот вопрос. Кто там? Наверное, хомяки. Интересно, они говорящие? Эй, хомяки, вы говорящие? Отстань, хомяк-гулевер. Хомяк-гулевер, что это такое? Интересно, они еще что-нибудь скажут? Кто же там живет такой? Мам, да хомяки там живут, мы же уже поняли. Да, Эйва, слезать их нельзя, это запрещено, только посмотреть. Хомячки. Да, Эйван, это хомячки. Да. Такие маленькие собачки. Миша поставила мне лапку на руку и смотрит на хомячку. Миша, а хомяки это не порода маленьких собачек. Это грызуны. Правда? Да? Я сначала хотела назвать их Чип и Дейл, но теперь мы знаем, что они мальчик и девочка. Рики и Лаки. Рики будет мальчик, а это будет беленькая Лаки девочка. А если хотите предложить еще какие-нибудь идеи, пишите. Идей очень много и выбрать прям очень сложно. Скоро к вам приедет суперклеточка. Эй, куда, куда, куда? Эй! Малышка спрыгнула у меня прям с руки. Эй, все, стой. Хорошо, что я их держала не на высоте. Прыгать нельзя, ребята, а то я буду вас крепко держать. Ладно, не будем больше стрессовать малышей. Положим их обратно в клеточку. Ей самой интересно, кто там за ней наблюдает. Эй, мигантский хомяк, слышишь? Не слышит. Жми кружочки, подписывайся и смотри еще ролики. Жми ки-ки. Вот. И не обижай Мишу, ставь ей лайк. Я за тобой слежу. Слежу.